Привет! Это будет спонтанное видео, когда я хочу вам рассказать о чем-то, много рассказать, и не просто показать что-то, то я готовлюсь, я пишу то, что я хочу сказать, и я перевожу это на русский, потому что мне трудно говорить на русском много, мои мысли, потому что мой русский, он очень слабый пока что, и... Так что я буду вам просто так говорить, если вы видите мою руку тут, потому что я держу тут фонарь, потому что я вам говорила уже в прошлом видео, что немножко темновато в этой комнатке, комнатке, не сказала бы комнатка, но... В общем, дело в том, что несколько дней назад у нас был день холокоста, неделю назад, я не спотыкаюсь никогда антизимизму, только в ютюбе, но это меня не касается, потому что я живу в стране, у меня есть привилегия сидеть под моей крышей, удобно, на кровати, и делать все, что я хочу, говорить мое мнение, делать все, что мне хочется, говорить все, что мне хочется, и... Не бояться, что я пойду на улицу и спотыкнусь к какому-то там антисимистическому тупому человеку, который скажет мне, ты еврейка, иди отсюда, но я знаю, что мне люди шлют сообщения такие, и рассказывают мне о вещах, которые творятся, и... Это не новое, что расизм есть по всему миру, есть в Америке, есть даже в Израиле расизм, и хоть в Израиле я бы очень ждала, чтобы не было расизма из-за нашей истории, чтобы люди получали друг друга, чтобы знали, что никто не лучше другого, потому что он одной или той расы, если он черный или белый, или еврей, или мусульман, или крестьян. Но дело не так, потому что люди есть люди, и люди не помнят всегда свое прошлое. Но я хочу вам напомнить, что... что вы всегда помнили, и если вы это не знаете, чтобы вы знали это раз и навсегда. И я знаю, что все начинается из дома. Как родители вас научили, так вы и думаете, хотя бы до какого-то возраста. И если ваши родители чуть-чуть расисты, то, может, вы тоже расисты, вы думаете, что так это должно быть. Я не говорю только про антисимизм, я говорю вообще. Потому что есть столько много рас, так говорят множеством в мире, так много цветов разных у людей, такие разные культуры. И почему бы не обнять каждую культуру и выучить у нее что-нибудь новое? Я обожаю культуру, я люблю слышать о других культурах, люблю слышать о традициях разных. И я люблю разных людей, мне это так наполняет сердце, что есть так много разных людей в мире. Я правда не понимаю, если правда есть такие люди, которые встают утром из кровати, идут мыть лицо и смотрят в зеркало и говорят, «Белый человек, я лучше всех». Нет, это не так. Если вы живете в стране, где множество таких людей, как и вы, а не других, это не значит, что вы самые лучшие. Нет, это не значит. «Белый человек, он чудесный, в нем внутри есть так много вещей, что вы о них вообще не можете знать. Как вы можете пойти к кому-то и сказать, «Ты ноль, ты родился так и так, и поэтому ты ноль». Как так можно говорить в 2014 году? Я этого, правда, не могу понять. Я не могу понять, как человек может жить с собой, когда он может унизить другого человека только из-за другой расы. Я знаю, почему это случается. Эти люди, они не умные. Умные люди так не делают. Умные люди, которые интеллигентны и знают одну или две вещи в жизни, то они так никогда в жизни не делают. Они знают, что все равны. И если они так не знают, то они просто не умные. Не важно, если они профессора. Я не могу много сделать для этого мира. Я не Чагавара и не Ганди. Я не могу изменить мир, к сожалению. И я бы очень была счастлива, если бы я смогла изменить одного или двух даже человек. Я не знаю, если у меня есть такие силы это сделать. Но я только хотела вам сказать, чтобы вы открыли свои глаза на это и чтобы вы видели. Потому что вы могли бы родиться в каждой расе. Вы могли бы родиться в той расе, которую унижают в другой стране. И вы бы хотели, чтобы к вам относились по-другому. Не так, как вы относитесь к тому человеку, которого вы унижаетесь за какой-то расы, другой. И какая вообще есть... То, что важно в жизни, это какой человек. Это не важно, какая кровь в нем течет и каким цветом он. И в какой семье он родился. Это не важно, кто его родители даже. И даже если его родители убийцы или не знаю что. То, что человек, тот, кто родился у этих родителей, он в этом не виноват. Он только родился, он не выбирал. Ставьте мне сюда, в эту семью. У него не было такой опции выбрать это. Так что помните, когда вы относитесь к кому-то, говорите к нему и обращайтесь к нему, так как вы хотели бы, чтобы другие относились к вам. Не важно, кто и что он из себя представляет этот человек. Знаете, что вы могли бы быть в других туфлях, в другой жизни. То, что вы родились в такой или иной стране, в такой или иной семье, это не значит, что у вас есть право унижать другого человека. Вы должны помнить, что вы могли родиться в любой семье, любым человеком. Вы могли даже родиться у человека, у которого нет дома. Так что в следующий раз, когда вы видите человека, у которого нет дома, то помните, что вы могли бы тоже такими быть. И обращайтесь к ним, так как вы хотели, чтобы к вам обращались. Улыбнитесь человеку, которому надо ваша улыбка. И будьте добрыми, потому что то, что важно, это то, что внутри. И я вам желаю быть хорошим человеком, которого вы бы могли полюбить сами. Так что надеюсь, что это видео было для вас интересным и важным. Спасибо за просмотр. Пока.